итак девчонки всем большой привет сегодня голос за кадром я буду вам рассказывать про обзор карандашей которые вы попросили меня купить и собственно понять между ними разницу что лучше что хуже и вот я готова снять наконец-то это видео иначе вот этот карандаш шанель который мне сейчас пользуется он уже практически закончился вот поэтому был куплен по вашей рекомендации карандаш бобби браун в оттенке эспрессо подбирала я вместе с консультантом я хотела какой нибудь взять блонд но она говорит блонд вам не нужен он будет очень странно на вас смотреться поэтому выбрали самый такой эспрессо очень я долго выбирал что цвета у них немножечко странные и я прям можно сказать запуталась вот шанель было все просто там оттенков не так много поэтому я взяла самый светлый и в общем то он мне прекрасно подошел смотрите грифель у них одинаковым и щетки тоже у них одинаковые грифели у них вот такие вот это все что осталось можно так сказать плоские твердые и вот собственно такой вот имеет форму сейчас на примере нового карандаша бобра мы с вами посмотрим щетка здесь отлично хорошо вычесывает в общем то распределяет карандаш по всей брови поэтому на него нареканий никаких нет цена в районе там двух 200 рублей карандаш шикарен просто сейчас чуть позже вам покажу как я не пользовалась и карандаш собственно бобби браун тоже щетка не такая она пушистая как у шанель не такая большая но тем не менее как бы карандаш от этого хуже не стал вот собственно новый грифель карандаша бобраун видите такой немножечко граненый я думаю что у большинства подобных брендов грифель карандаши одинаковые поэтому суть от этого не меняется так вот в чем собственно я заметила разницу между этими карандашами в чем я заметила разницу между этими карандашами смотрите во первых я карандашом вот шанель да которую собственно сейчас есть я им пользуюсь вот таким вот образом то есть я не рисую полосы мне полоски не нужны мне нужно на моих бровях густых нужно тень на самом деле поэтому я кладу карандаш практически вот так вот плоскостью да то есть не ребрышком а плоскостью и даю тень вот поэтому здесь получается вот такая вот картина у нас то есть я просто затемняю свою бровь по своей толщине как вот она должна быть вот там где нужны волоски я ставлю ребрышком и прорисовываю вот так вот отдельные волоски и потом все это стушевым вот вам цвет примерно чтобы вы понимали давайте теперь посмотрим на карандаш бобби браун который вот собственно еще новенький и то же самое нанесение посмотрим на цвет который я выбрала я еле-еле давлю чтобы вы понимали на оба карандаша и смотрите что у нас получается это эспрессо это блонд я просила вот консультанта что-то вот чтобы вот такое вот было понимаете не рыжая не холодная не темная и ну вот короче как вы видите это вот у нас цвет эспрессо с еле надавливанием получается вот такой насыщенный оттенок карандаш мягче чем шанель и смотрите он очень хорошо рисует вот для тех кто не может не умеет контролировать надавливание на каранда на грифель карандаша и на брови будет получаться очень очень ярко поэтому для тех кто боится кто хочет попробовать но не знает чего начать начните с карандаша шанель с ним вы точно не переборщите и у вас будет реально такая растушеванная красивая бровь если вы уже профи и вам хочется чего-то там поярче возьмите карандаш бобби браун как видите он намного ярче дает свет и полоски но с ним очень легко переборщить либо возьмите какой-то не на этом тип оттенок тауп или что такое вот у них есть в общем блонд я брать не стал потому что он мне показалось каким-то с краснотой я выбрала вот самый-самый такой холодный по цвету карандаш чтобы вот в нем не было никакой теплинки вот поэтому считаю что вот все таки карандаш шанель до в 806 оттенки в оттенке блонд это вот идеально на самом деле карандаш для бровей которые не требуют какой-то дополнительной прорисовки каких-то четких линь то есть ли вам нужно просто какая-то базовая тень как вот не затем тень от бровей дали вы как будто вы тенями прокрасили свои брови и хорошо растушать он очень хорошо держится целый день распределяется по бородям по волоскам в общем-то ведет себя отлично вот но вот кому хочется поярче то пожалуйста вот уберите и бобби браун и забыл сказать цену бобби браун стоит чуть больше трех тысяч рублей вот я к тому что цена цена здесь тоже немножечко будет выше чем у карандаша шанель тоже имейте ввиду вот если бы не обзор я бы конечно купил второй карандаш шанели была бы счастлива потому что ну вот это для меня честно говоря уже будет много прям тумач то есть мне прям пара касаний и я должна уже быстренько растушевывать я предполагаю что из-за того что он так хорошо отдается и хорошо рисует он очень быстро закончится вот но закончится я тогда куплю повторю вот этот вот карандаш и собственно буду с ним счастлива вот вот такой вот обзор собственно надеюсь он был полезен для вас интересен пишите что обозреть вам еще что еще купить что с чем сравнить посмотрим в общем до новых встреч в новых видео пока пока